Председатель партии Шор Илон Шор заявил, что в 2023 году десятки тысяч сотрудников в больнице и центров семейных врачей с учетом инфляции более 30% станут самыми бедными бюджетниками. Так, лидер оппозиционной партии отреагировал на представленный в парламент проект бюджета на следующий год, который не предусматривает повышение зарплаты медицинским работникам. Продолжение следует... По словам политика, ситуация в здравоохранении Молдовы критическая. Врачи работают в тяжелых условиях, а инфляция без поддержки со стороны государства заставит врачей уйти из профессии либо покинуть страну. Вот почему лишь удвоев бюджет здравоохранения, повысив в два раза зарплаты врачей, возможно спасти систему от коллапса. Необходимо снастить все региональные больницы современным оборудованием и расширить перечень компенсируемых лекарств и услуг. Все станции скорой медицинской помощи должны быть обеспечены новыми машинами скорой помощи, способными быстро реагировать на вызовы людей. Я нашел инвесторов, которые готовы привезти в страну 10 миллиардов евро, достаточных для реализации всех этих мер. Только в таких условиях мы можем надеяться на медицинскую систему, которая спасает жизнь, а не на ту, которую предлагает ПДС, оставляя людей умирать. Мы попытались получить комментарий в Министерстве здравоохранения по поводу заявления Илона Шора, но на наши звонки никто не ответил. В свою очередь пресс-секретарь премьер-министра Анастасия Табурчану заявила нашему телеканалу, что правительство не комментирует заявление Илона Шора. Напомним, 7 декабря на национальном конгрессе «Мы – Молдова» лидер партии Шор Илон Шор представил план инвестиций в энергетику, здравоохранение, инфраструктуру, сельское хозяйство и социальный сектор Молдовы. Как отметил на мероприятии Илон Шор, он готов привлечь в страну 10 миллиардов евро, из которых 5 миллиардов евро будут выделены в виде кредита на 20 лет под 1% годовых, и еще 5 миллиардов евро поступят в виде прямых инвестиций в экономику Молдовы. Стоит отметить, что накануне в ходе обсуждения бюджета Национальной компании медицинского страхования, глава Мездрава Алла Немеренко, отвечая на вопросы депутатов от БКС, заявила, что с 1 января 2023 года зарплаты медикам не будут повышены, но подчеркнула, что повышение зарплат медработникам запланировано в течение следующего года. При этом чиновница напомнила, что крайний раз зарплаты медицинским работникам были повышены на 10% с 1 октября текущего года. Продолжение следует...